Ну чё, ребятишки, готовы въёбывать? Тогда поехали. Ещё раз такое увижу. Чё, как-то, я в фокусе, да? Металл, блядь, рука, блядь. А ты не охуел ли, как я сахаром? Я тебя на запчасти разберусь. Да, в качестве топинга что-нибудь термоядерное. Опа, погнали, нахуй. Опа. Окунчики, я достал всё. В экс-сельчике видим 130 штук. 130 и ёмкостей. Ты как в гробу, нахуй. Есть в музычке какая-то. Ёмкость записана, я это делал в экс-селе. Кстати, блядь, я очень впечатлён качеством, вообще, банок. Считай, я заказывал два раза у одного магазина на авито. Ещё один раз у другого магазина на авито. И основную часть на алике. То есть я не заказывал с запасом банки. То есть вдруг там какая-то одна из них мятая придёт. Нихуя, всё прямо ровень в ровень, как нужно. И проваливаемся на эту ссылочку. Я, кстати, ссылку на этот онлайн-калькулятор. Если вдруг, блядь, не забуду, то в описании видоса смотрите. Список аккумуляторов. То есть здесь нужно указать список в миллиампер-часах. Каждая эта ёмкость начинается с новой строки или через запятую. Ну то есть в столбец проще всего. Хуяк. Всё, я вставил. Вот они все здесь. Добавить аккумы. Всё, здесь указываем количество последовательных. То есть у меня конфиг 13s. Указываем 13. А, ну, количество параллельных аккумов. То есть, опять же, T10P конфиг, то есть параллельно в них 10. Номинальное напряжение аккума. Ну, у литий-ионных это 3,7. У литий-полимерных, ну, этих железо-фосфатных, у них, по-моему, 3,6 номиналка. Ну, это литий-ионные, у них 3,7. Фиксированное... А, здесь нужно выбрать переменное или фиксированное количество аккумов. Выбираем фиксированное. Ну, в принципе, здесь даже можно и не менять. Всё, жмём Generate. Хуяк. Готово. Напряжение батареи 48,1 в номинале. Емкость батареи, исходя из этих емкостей, получилась 28,2 Ач. Но это слишком много, она не может быть такой. Здесь вот можно выбрать компактный режим, что, кстати, это очень удобно. Хуяк. Всё. Вот у вас 13 групп. Для чего это нужно? Этот калькулятор выравнивает каждую из 13 групп. Максимально их выравнивает по этой емкости. То есть, здесь расхождение практически в пизде ноль. То есть, вот лишних аккумов у меня нет. Потому что у меня 13 групп, по 10 штук это 130 аккумов. То есть, вот они все. Ага. Я думаю, да. Ну, давай. Давай. Я как вот эту кучку добил, которая у меня здесь вот стояла. Я смотрю, глистаю, у меня 7 штук не хватает. Я ебанно в рот. Ну, как? Ну, блять, что? Блять. Ну, вот они 3 коробки. Я, в принципе, в них и складывал. А потом, блять, вспомнил. У меня же макет. Ячик вытащил, ебанно в рот. Вот эти 7 банок. Ну и всё, разложил их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, всё, я собрал. Ох, как я заебался и вот это всё защелкивать. Именно вот верхнюю половинку. Я, короче, на полу прямо положил, вторую половинку, ну, оцепил. Я-то здесь понимаю, где здесь одна группа, где другая. У меня же вон есть. Он тяжелый пиздец. Он, он, блять, почти как автомобильный, блять, вешает. Ну-ка, сколько он, ебать, вешать интересно. Ну, грубо говоря, 6,4 килограмма он вешает. Ебанус. Сейчас часть работы, можно сказать, сделана. Ну, да, в принципе, он так и получился. Скатывается ж. Ну, ладно, тогда чё, держать тогда в курсе о дальнейших действиях. Ну, охуенно, я, я считаю, прямо по-заводскому. Не как там эти бичики эти там, блять, на термоклеи клеют, на изоленту их обматывают. Блять, ну, так, ну, ну, не знаю, блять, ну, такой бред, пиздец. Это всё потом отвалится со временем. Даже не от нагрева, даже не от нагрева. А просто из-за того, что с течением времени эта термосперма эта, блять, она со временем дубеет, каменеет и трескается. И у вас просто от вибраций они у вас, блять, отвалятся, развалятся. А с такими ячейками там между ними расстояние есть. Электро-это вело, она, в принципе-то, из чего-то состоит-то? По сути-то, только две проблемы. Это движок в колесо заспецовать или там, ну, со самому там либо куда-то отнести. То есть это вот спецовка движка, чтобы собрать колесо. Вот это раз. И батарея, сборка батареи, ну, либо покупка новой. Ну, заводской два. Я, кстати, еще по рофлу посчитал, сколько это все, блять, отвешает. Ну, вот я же сейчас взвесил, да, у меня получилось 6 370 грамм. Это вот вся эта. Но я знаю, что одна банка по документации отвешает 147 грамм. Я 147 умножил на 130. У меня получилось 6 110 грамм. Окей. Я из общей массы батареи вычел чисто, ну, так скажем, эталонную массу 130 кб. То есть 6 370 минус 6 110. Получилось 260. А у меня здесь как раз таки 260 холдеров этих пластмассок. То есть, блять, по сути, у меня вообще она какая-то, блять, эталонная получилась. То есть один холдер это 1 грамм. Их 260, значит, 260 грамм. Вес одной банки 47 грамм, их 130. То есть это 6 110. Плюсуем вес холдеров 260 и вес АКБшек 6 110. Получаем тот вес, который вы видели на видео 6 370. Охуеть, блять. Вообще идеально все. Залудил я все банки с двух сторон. Вот. Ну, а я вот таким вот дедовским паяльником гудил. Вообще нормас. Ну, в принципе, наверное, видели на гипертолапсе. Каплю кислоты, ортофосфор. Тык-тык-тык-тык-тык. Потом вся хата вообще пиздец тут была задымлена, блять. Как будто здесь какие-то арабы тут с каликом засели. Тут вообще тут все закурили, блять. Я просто вот в эту штуку, ну, жало медное. Оно идеально очищается, ну, оксидалом очищается. Я туда окунал, такое дедовище тут все вообще было в тумане. Саня уже восемь часов вечера, а мы не срали. Ты сейчас что собираешься делать? Ебаши дрелью. От шума дрели соседи начнут собираться у твоих дверей с вилами и факелами. Да пошли они нахуй мне в отпуск, вообще поебать. Ну что, Саня, ты готов? Погнали нахуй. Погнали нахуй. Погнали нахуй. Погнали нахуй. Сейчас я, короче, все... Погнали нахуй. Погнали нахуй. Время 1.20. Я сегодня днём, кстати, начал там паять, никелевой этилентой паять вот та, что мне с Алика пришла, которая толщиной 0,2. Ну, в принципе, этот паяльник берёт, да, паять можно, но сжало держать нужно пиздец, неимоверно долго. Бобину эту сразу отложил нахуй, потом что-то плюнул, отпаял её нахуй. У меня он есть, такая вот бобина с советского провода какого-то такого жёсткого прямо. У него какая-то сверхоплётка сверху и ещё изоляция внутри проводок. Ну, в принципе, сейчас вот, не сейчас, а вот днём на него я и паял такая вот дичь, такой вот проводок. Ну, вот, и всё, я вот эту, ну, вот одну параллель сверху запаял. Ну, ладно, тогда до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Раз, раз, приём, приём. Чё там, как там? Наконец-то я допаял, съебался. Апача, всю хату заберли, кукан-бар устроил пиздец. Вот что я тебе скажу. Чё? Выметайся. Не хочу я выметаться. Да, кстати, надо проветрить. Это я одну сторону закончил. Ну, нихуя у меня ещё этих. Я их называю, блядь, электроды. Ещё четыре штучки. Блядь, походу, ну, надо будет ещё, наверное, нарезать их, наголять. Ну, вот тут ещё всё такое блестит. Видно, что тут надо ещё это, блядь, оттирать пойдёт. Да, это понадёжнее, чем на эту ленту, блядь, паять. На ленту, блядь, реально она для того есть, чтобы контактной сваркой вборить. Я вот как сел сегодня где-то, вот, может быть, в два часа дня. И сейчас вот пол седьмого, ну, вот я, в принципе, сторону закончил. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»